А вот парк 300-летия Омска уже официально открыли на Левом берегу. Эта зеленая зона – уникальное место народной стройки. Озеленять и благоустраивать парк в первую очередь помогают социальные партнеры, предприниматели и простые мечи. Как при помощи таких усилий парк будет выглядеть уже совсем скоро, знает Светлана Уронцева. Даже дождь не помешал открыть парк 300-летия. Буквально за пять минут погода, как это в последнее время часто бывает в Омске, опять изменилась. Уже при свете солнца гости отправились вглубь парка. За массивными деревьями здесь скрываются благоустроенные зоны. Он такой огромный. Он мне напоминает парк 30 лет в ЛКСМ. Он тоже в лесу и такой же большой. Мне очень понравилось. Парк объединит три направления – спорт. Для этого построены стадионы, площадки. Станет кусочком города-сада, так как здесь продолжают высаживать деревья ценных пород. И будет местом тихого отдыха, где можно спокойно погулять по дорожкам. Площадь парка все это позволяет. Мы планируем таким образом, что все, что будет появляться здесь, спортивно-досуговое, спортивное сооружение, различные площадки для занятий спортом и физкультурой, они не будут, что называется, противоречить природному происхождению этого парка. Они будут дополнять его. Парк 300-летия – народная стройка. Сегодня свою аллею здесь открыла Федерация Омских профсоюзов. Ей в этом году 25 лет. Он был заброшен, по сути дела. И вот общими усилиями, условно говоря, народом, так будем говорить, этот парк был восстановлен. То есть здесь бюджетных денег практически нет. Через 25 лет придут люди сюда. И надеемся, что мы будем все силы прилагать к тому, чтобы его не только сохранить, а развивать. И придут дети, и здесь будут вековые собственности. Подобная аллея профсоюзов впервые открывается в России. Она иминая, но гулять здесь может кто угодно. Здесь еще заказали очень красивую арку. Здесь, чтобы было со стороны бульвара архитектора видно, что это аллея профсоюзов в парке имени 300-летия города Омска. Кроме этого, мы планируем определенные площадки здесь сделать. Они уже как бы, площадь отмечена, как бы, им решено. И мы, каждый отраслевой обком профсоюзов, первичная профсоюзов организация, будет какую-то информацию сюда дать. Информационные стенды, спортивные площадки, детские площадки. Пока сотрудники профсоюзов высадили 86 берез, планируют еще 50. А значит, скоро на аллее появится еще один ряд деревьев.